Городские соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка» – первые старты для юных спортсменок. По итогам турнира девочки до 14 лет получают спортивные разряды. На ковер в этом году для выполнения упражнений с мячом и булавами вышли 180 человек. Президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова признается, спорт, кроме силы воли, умения побеждать, воспитывает в детях еще и патриотизм. В сегодняшней ситуации, в сегодняшней, сложной наше время, слово «патриотизм» приобрел несколько иной смысл. И наша задача, воспитательная задача заключается в том, чтобы до ребенка донести, что он должен быть с Родиной всегда, несмотря ни на что, чтобы он понимал, как ее надо любить, как ее надо защищать. Почетные гости соревнований, представители общественной палаты городского округа Самара, пришли поздравить юных спортсменок с их личными достижениями и напомнили им, что их победы на гимнастическом ковре помогают солдатам российской армии побеждать врага в СВО, охраняя мир и покой в России. Именно это и называется патриотизмом. Представьте, соревнования, ребенок, он стоит и играет гимн страны. Да у многих, я смотрю, слезы наворачиваются. И вот именно этот патриотизм, если мы будем закладывать его именно с детства, изменять программы в школах, сделать направленность на то, что Родина одна, Родину иногда надо защищать, и Родина никому не продается и не сдается. У нас немало патриотов и нормальных мужиков, которые защищают свою страну и готовы защищать. Тем не менее, этому нужно, конечно, уделить больше внимания. Все это осознают, все это понимают, понимают ситуацию в мире, какое происходит наше положение в мире. А молодежи надо заниматься. Юной гимнастке Анастасии про патриотизм много рассказывать не нужно. Ее отец – участник СВО. Вместе с другими спортсменками она написала стихи и попросила общественников помочь отправить поэтические письма на фронт к празднику 23 февраля – Дню защитника Отечества. Благодаря им мы живем обычной жизнью. Ходим в школу, тренируемся, выступаем на соревнованиях. Помогите нам, чтобы наши письма дошли до наших героев и также для моего папы. Мы желаем нашим бойцам победы и скорейшего возвращения на Родину. Поэтическая посылка к празднику отправилась на фронт в рамках акции «Мы вместе». Спаспорт, в первую очередь, всегда должен оставаться человеком, приверженным той стране, в которой он живет. И, в первую очередь, приверженным тому делу, которым он занимается, а это спорт. И сегодняшнее мероприятие – это, в первую очередь, спортивное мероприятие, тем не менее, которое приурочено ко всем событиям, которые происходят сейчас. Девушки постарше недавно выступали на первенстве и чемпионате по Волжье. Команда заняла там четвертое место. Гимнастка Анастасия Трофимова показала себя на высшем уровне и поедет уже на всероссийские соревнования защищать честь Самары и 63-го региона. Андрей Бессонов, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Гимнастка Анастасия Трофимова